Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Скажите, почему после смерти близкого хочется одиночества, хотя до этого не могла его даже переносить? Ну, вообще говоря, потеря близкого человека – это травма. И люди реагируют на подобное, я бы сказал, по-разному, по-разному. Кто-то может реагировать потребностью в контакте еще больше. То есть еще больше тянуться к, ну, к людям, кто может наоборот уйти от контакта. Уйти от него. Просто уйти. Убежать. Закрыться. Так тоже бывает. И, на мой взгляд, то, что происходит с вами – это нормально. Это нормальная такая история. История. А как вы переживаете боль, потеря? Понятно, что здесь есть нюансы. Здесь есть нюансы. Здесь есть серьезные нюансы. Такие нюансы, как, например, то, что связь с человеком, например, по вашему мнению или по вашему ощущению, была достаточно большой, достаточно глубокой, достаточно серьезной. Серьезной настолько, что после того, как вы его, к большому сожалению, потеряли, для вас стало невозможно, ну, или лучше сказать, пока невозможно контактировать с другими людьми. С возможными людьми. И вы от этого всеми силами пытаетесь уйти сейчас. Нормально ли это? Да. Пройдет ли это? Сказать сложно. Если ничего не делать, то есть если не проживать, травмы, потери, если не работать с ней, не проговаривать ее, например, то, конечно, может быть, и не пройдет. То есть человек может довольно серьезно себе замкнуться. Человек может довольно серьезно погрузиться в себя и, в общем-то, ему будет довольно сложно, ему будет очень сложно выходить из этого состояния. Поэтому крайне, крайне не рекомендуется, не рекомендуется. А если ей страшно, если ей страшно, с ней не работают, не работают. Вот. Последствия могут быть, к сожалению, достаточно серьезными. То, что вы делаете сейчас, то, как вы сейчас обращаетесь с собой, да, со своими эмоциями, скажем так, то, как вы проживаете, то, как вы переживаете. Если вы переживаете свою боль потери, то, как вы переживаете свою боль потери, мне видится абсолютной нормой. Конечно. Конечно. Все зависит от времени, если человека вы потеряли, скажем, полгода назад. То, что ваша реакция имеет одно значение и свидетельствует об одном моменте. Если это произошло месяц назад, о другом моменте, о другой реакции, ну, в другом это свидетельствует. Здесь есть варианты. Ну, конечно, вам больно, вам больно. Конечно, вы уходите, уходите в одиночестве, в одиночество как способ прожить свою боль. Еще раз повторюсь, это нормально, но время, вот именно время, то есть то, сколько вы находитесь в подобном переживании, в подобном состоянии, то состоянии крайне важны. Я все-таки надеюсь, что недолго. Я надеюсь, что времени прошло немного. Надеюсь, что вы не, ну, что вы, что вы не, что вы не встреваете, что вы не встреваете, как бы, в этом, что вы не встреваете в своих, ну, своих переживаниях, скажем так. Ну, своих чувств. Потому что, если вы встреваете, то это, как мне кажется, как мне кажется, звоночек уже довольно тревод. Вот, вот, в принципе, и все, что сейчас конкретно. Я, я мог бы вам ответить. Я, я вам соболезну. Я соболезну вашей, вашей, потерей. Я соболезну. Я соболезну. Я соболезну. Я соболезну. Ситуацию, в которой вы. В которой вы. Оказались. Как бы ужасно это не было, но. Так. Так бывает. И опять же, психотропевтическая работа поможет вам начать двигаться дальше. И если вы этого хотите, тут ещё момент такой есть, что вы можете этого не хотеть, вы можете этого не хотеть, вы можете не хотеть двигаться дальше. Понимаете? То есть, внешне всё может быть так, что вы хотите, а фактически может быть так, что нет. Так что может быть и саботаж. Дело в том, что человек, ну скажем так, прибывающий в трауре, он себя ощущает в некоторой степени аутсайдером, потому что ему кажется, что вот другие люди как-то живут дальше. Ему кажется, что ну вот кто-то двигается дальше. А он вот это вполне может вызвать чувство стыра, чувство неправильности и злости. поэтому человеку может хотеться идти в контры, идти в контры, загружаешь. Некоторые люди могут пойти к психологу для того, чтобы доказать, что моя боль, она сильная. Я не говорю, что это права сейчас. Ни в коем случае, ни в коем случае не говорю, что эта история права. Но тем не менее, тем не менее, сказать об этом, как мне кажется, я должен. Я должен об этом сказать. Потому что это важно. И потому что когда вы будете работать, проходить терапию, вам нужно будет это помнить. Потому что это вполне реально. Когда-то так, я бы вам ответил сейчас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. 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 Обращайтесь за помощью. Как можно. Скорее не затягивайте с обращением. За помощью. Потому что в данном случае, промедление, это не то, что может быть для вас хорошо. Вот. Удачи вам. Бл dagegen. Да. Доонецк. Ну удачи. Вы пока. Продолжение следует...